Осень 2021 года уверенно входит в свои права. И на фоне массовых осенних релизов и громких проектов в тень уходят менее известные работы. А ведь на этой неделе уже вышли камерные триллеры, пугающие ужасы, ну и наконец старые добрые вестерны. И если вы хотите быть в курсе всего интересного, вот несколько наиболее интригующих новинок 2021 года, которые уже вышли в хорошем качестве. Исчезнувший Фильм является англоязычным ремейком одноименной французской драмы 2017 года. Причем снял его тот же режиссер Кристиан Корион. По сюжету главный герой узнает, что из школьного лагеря неожиданно пропал его семилетний сын. Поскольку действия полиции не дают никаких результатов, переполняемый чувством вины отец сам берется за поиски. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы найти своего сына и раскрыть тайну исчезновения мальчика. Снято все вполне реалистично, обвинять в пропаже ребенка здесь можно каждого, но настоящие преступники раскрываются не сразу. По своей сути сюжет на самом деле пугающий и полный напряженных моментов. Кино примечательно тем, что Джеймс МакКивой снимался в нем без предварительного чтения сценария, поэтому на съемках не знал свои диалоги. Так актер смог импровизировать, чтобы его реакция на происходящее была максимально правдоподобной. Виновный Действие фильма разворачивается в течение одного утра в диспетчерской службы спасения. Оператор принимает звонок от женщины, находящейся в смертельной опасности и пытается ей помочь. Но вскоре понимает, что все сложнее, чем кажется. Когда связь обрывается, персонаж подключает всевозможные ресурсы, чтобы помочь жертве выбраться. Однако дальнейшие события показывают, что это похищение. Проект является англоязычным ремейком датского виновного 2017 года, вошедшего в «Оскаровский шорт-лист». Постановщиком выступил режиссер Антуан Фукуа и он решил по-своему показать службу полицейского диспетчера. Фильм практически ничем не отличается от датской работы. Это все тот же камерный телефонный триллер, но с Джейком Джилленхоллом в главных ролях. Мужские слезы Это интригующее роуд-муви от Клинта Иствуда, где он выступил не только в качестве режиссера, но и исполнил одну из главных ролей. В основу сюжета легла одноименная книга Ричарда Нэша, написанная в 1975 году. События нового драматического вестерна разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века. Главный герой – бывший конезаводчик и звезда Родео. Он по поручению начальника отвозит его сына подальше от матери, страдающий алкоголизмом. Длительное путешествие из Мексики в Техас объединяет двух непохожих героев и побуждает уставшего от суеты всадника искать искупление в том, чтобы дать своему спутнику представление о жизни и научить мальчика быть хорошим человеком. Западная пресса приняла фильм противоречиво. Отзывы разнятся от крайне негативных до восторженных, а это значит, что ветеран кинематографа в очередной раз снял что-то по-настоящему дискуссионное. Злое Новый пугающий фильм ужасов от Джеймса Ванна, создателя не менее страшных проектов, как «Заклятие» и «Астрал». Сценарий фильма основан на графическом романе режиссера «Злокачественный человек», который он написал в 2011 году. Это концептуальный копеечный хоррор про девушку, где после смерти мужа и потери ребенка она начинает во снах видеть зверские убийства, совершаемые странным чудовищем. Проблема заключается в том, что это не злая шутка разыгравшегося подсознания, а суровая реальность. Поэтому героине необходимо как можно скорее понять, почему с ней все это происходит, а главное, как остановить убийцу. Фильм представляет собой жанровую мешанину, начинающуюся как кино о доме с привидениями, затем трансформирующуюся в слэшер, а после и вовсе сплеттер с боевиком. Чем-то особенным кино не блещет, но вполне может заинтересовать фанатов жанра. Власть пса Еще один драматический вестерн, но на этот раз основанный на романе американского писателя Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Действие фильма происходит в Монтане в первой половине 20 века. В центре повествования окажутся два брата по фамилии Фербинг, проживающих на крупнейшем ранчо Монтане. Когда младший приводит на ферму с жену с сыном от предыдущего брака, старший Бенедикт Кэмбербейч начинает их третировать. Вообще весь сюжет будет строиться на том, что персонаж Кэмбербейча, находясь в болезненном одиночестве, отравляет жизнь другим и даже самым близким людям. Это фильм о токсичной власти и насилии, но и о любви в том числе, где в безумном коварстве ковбоя-тирана много неосознанной страсти. Вестерн встречается с психологической драмой, где каждая минута может стать последней для каждого героя. Зрителю приходится гадать, чем же закончится эта полная ревность и обид и затаенной злобой история. Последний день Земли Французский фантастический фильм, действие которого происходит в недалеком будущем. По сюжету планета Красная Луна долгое время была огромным источником энергии. Теперь она изменила свою траекторию и вот-вот столкнется с Землей. Пытаясь повлиять на курс новой Луны, было решено отправить астронавта. Но накануне своего отбытия он загадочным образом куда-то пропадает. Вообще фильм сочетает в себе постапокалиптический антураж и допотопную технологичность. Это скорее фильм размышления и философская притча о многих жизненных аспектах. Кино говорит на тему потребительского отношения к планете, о природе человеческой гениальности и о связи всего живого. Фильм определенно понравится поклонникам Road Movie в интересном сеттинге будущего и фанатам размышлений о пороках человечества. Время Это свежий мистический триллер известного выдумщика Найташ Ямалана. Фильм преподносится как обыкновенная семейная мелодрама, но затем все оборачивается настоящей трагедией. Все начинается с трупа женщины, найденного в воде. А спустя какое-то время все отдыхающие обнаруживают, что каким-то загадочным образом постарели на несколько лет. Сюжет фильма основан на графическом романе «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Именно этот материал вдохновил Шья Малана поместить группу незнакомцев на Дикий пляж, который становится аномальной ловушкой без выхода. Как и ожидалось, режиссер писал сценарий для проекта лично, поэтому здесь появляются его фирменные приемы, уделяющие особое внимание третьему акту. Кэнди Мэн Продолжение одноименного фильма 92-го года, основанного на рассказе «Запретная» британского писателя-фантаста Клайва Баркера. Новый фильм является чем-то вроде мягкого перезапуска, расширяющего мифологию городской страшилки. По сюжету фотограф переезжает в Чикаго и здесь он становится одержимым местной байкой о Кэнди Мэне, который обязательно явится, если напротив зеркала назвать его имя пять раз. В свое время эффектный мистический хоррор стал настоящим шедевром жанра, где в простой на первый взгляд картине о призраке скрывался жесткий антирасистский посыл и множество важных тем эпохи. Новые герои оказываются тесно связаны с персонажами первого фильма, а ряд нестыковок с событиями первоисточника оправдывается видением нескольких рассказчиков. Северный участок Фильм представляет собой французский криминальный триллер, когда в 2012 году северные кварталы Марселя возглавляют списки территорий с наивысшим уровнем преступности. Мало того, что этот район считается самым криминальным, так еще и высшее руководство полиции требует исполнения отличных показателей преступной обстановки. Пытаясь установить порядок полицейским приходится адаптироваться к ситуации, а иногда и пересекать черту. Но попытки добиться правосудия оборачиваются серьезными проблемами. Сочетание постоянного эмоционального напряжения с крайне злободневной темой насилия делает этот фильм актуальным для нашего времени. С точки зрения атмосферности и характера персонажей перед нами предстает довольно-таки неплохой криминальный триллер. Вуайеристы Это оригинальный эротический проект с элементами психологического триллера. Главные герои переезжают в шикарный лофт, о котором давно мечтали. Они сразу обращают внимание на то, что окна их дома расположены напротив окон спальни их соседей молодой и привлекательной пары. Решив разнообразить свои серые будни, они начинают следить за необычной парочкой. Но шутливое любопытство вскоре перерастает в манию, а те, за чьей жизнью они наблюдают сквозь стекло, тоже оказываются не так просты. Случайное подглядывание за интимной жизнью других вскоре перерастает в одержимость и приводит героев к необратимым последствиям. Несмотря на неспешное развитие событий, фильм затягивает, а закрученная неожиданная концовка приятно удивляет. Главный герой Новая концептуальная фантастическая комедия от Шона Ливи, создателя «Живой стали» и «Ночи в музее». В этот раз Рейнольдс играет безымянного и второстепенного персонажа масштабной видеоигры с открытым миром. По сюжету разработчики планируют закрыть игру, а помешать им может только осознавший свою бесполезность герой. Похожую постмодернистскую завязку о противостоянии автору и нежелании мириться мы уже видели в Лего-фильм. Главный герой не то чтобы предлагает что-то новое, а скорее делает все то же самое. Но по крайней мере здесь больше шуток, экшена и отсылок на богатый каталог Дисней. Идея у фильма действительно любопытная, очередуя высокие и низкие жанры, фильм подарит зрителю именно то, зачем он приходит в кинотеатр. Чистое развлечение с легкой ноткой воодушевляющей назидательности. Это были новые фильмы, которые уже вышли в хорошем качестве и если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на канал и нажимать на колокольчик. И всем удачи!